Что вы делаете со своей второй половинкой, что вряд ли можно назвать нормальным? Мой парень, когда достает вещи из сушилки, вываливает всю эту теплую и свежую гору одежды прямо на меня. А я сижу там такая под этой кучей и изнутри сортирую носочки и трусы, пока он развешивает рубашки и складывает брюки. Мы называем это прачечная черепаха. Божечки, это так мило, попробую в следующий раз, когда буду стирать. Эта игра не работает в однопользовательском режиме. По приколу занимаемся борьбой, и это не какие-то там сексуальные или милые игры, где один дает другому победить. Нет, мы типа реально боремся, как на соревнованиях. Каждый раз, когда он чихает, я максимально агрессивно ору ему «заткнись». На что он еще громче отвечает «нет, ты заткнись». Мы делаем это везде, дома, на людях вообще пофиг. Дошло уже до того, что мне приходится сознательно останавливать себя от криков, когда я слышу, как кто-то чихает. Мы с моим молодым человеком занимаемся похожей фигней. Каждый раз, когда один из нас чихает, другой громко отвечает «тшшшш». По-моему, это смешно. Мы часто просто встаем друг у друга на пути, без всякой причины, кроме как чтобы просто побесить. Моя бывшая всегда просила меня, чтобы я взял ее на руки и силой швырнул на кровать. Ей это все так же нравится, братан. Такс, это потребует некоторого объяснения. В общем, у нас с мужем есть игра, которую мы называем «Бизнес-бизнес». Я не помню, как она появилась, но ее цель в том, чтобы полностью и до конца зажать правую руку другого человека в своей и дважды пожать ее, повторяя при этом «Бизнес-бизнес». Если другой человек успевает освободить руку или крикнуть «Бизнес-бизнес» в то же время, то попытка считается неудачной. Мы не ведем счет, но есть правило, что последний человек, которому удалось успешно пожать руку, считается победителем, пока он не будет свергнут. В итоге то, что началось как безобидная внутренняя шутка, переросло в полноценное соревнование с такими заметными победами, как, например, победа на похоронах моего дяди. Или когда я тянулась за предложенной бутылкой воды, мы живем в пустыне. Или посреди всяких разных споров. Все зашло так далеко, что каждый раз, когда кто-то из нас хочет взяться за руки, мы оба на мгновение замираем, чтобы убедиться, что это неуловка. Во время ссор мы обнимаемся и держимся за руки. Это что-то вроде напоминания о том, что мы боремся не друг против друга, и что нам нужно понять друг друга и проработать проблему. Классная идея, но я слишком для этого упертый. Дорогая, когда мы ругаемся, нам надо держаться за руки. Чего? Нужно взяться за руки. Зачем? Держи меня за руку, сука. Подмышечное доверие. Правило номер один, которое не должно быть нарушено. Как сильно бы тебе не захотелось, нельзя тыкать своего партнера в подмышку. У нас есть брачный танец, который за 10 лет совместной жизни неплохо так усложнился. Примеры движений. Шлепание себя по заднице. Движения руками, будто показываешь, как пояс делает чу-чу. Хлопки одной рукой. Некоторые движения выходят из моды из года в год, но у нас по-прежнему остается разнообразный репертуар. Иногда мы замираем в двух метрах друг от друга в позе бездействия и стритфайтер, и стоим так на протяжении нескольких минут. Изменено. Наша любимая поза бездействия называется 12. У нас есть негласное правило, что если одна из нас выбирает 12, то вторая тоже должна принять ее. И да, так как меня спрашивают, мы обе девушки. Ой, у меня для тебя заготовлена просто идеальная серия черного зеркала. Мы вываливаем наши животы и касаемся ими друг друга, чтобы наши младенцы могли пообщаться друг с другом. Только я не беременна, а он уж тем более. Рисунки писек. Не помню уже, кто это начал, но суть в том, что мы по очереди прячем один и тот же рисунок с членом, чтобы второй его нашел. Один раз она засунула его мне в чемодан, когда я с друзьями поехал на охоту. Пришлось потом объясняться, почему у меня с носками упакован листок с коряво нарисованным писюном. По прибытии домой я перепрятал его на дно полки с ее нижним бельем. Ей понадобилось несколько месяцев, чтобы найти его. Потом она снова его спрятала, но я по сей день его не нашел. Прошло уже 5 лет. Она говорит, что рано или поздно я его найду. Страшно представить, где он. Я сказал ей, что если она умрет раньше меня, то она будет погребена вместе с ним. И тогда победа будет окончательно моей. Иногда, когда мы целуемся, мы застаем друг друга врасплох, вдувая воздух в рот, чтобы у партнера надули щеки. То же самое. А еще, когда мой молодой человек подходит ко мне целоваться, я в последнюю секунду высовываю язык и в итоге он целует его. Его это каждый раз бесит, но он все равно смеется, а потом пытается провернуть то же самое со мной. Но я к этому уже готова. Ну, я только что завернул свою девушку в коричневое одеяло и катал ее по кровати, приговаривая, шшш, будь хлебушком. Все хорошо, просто будь хлебушком. Тише, моя девочка-буханочка. Нет ничего такого в том, чтобы быть хлебом. А она тем временем хихикала и кричала, но я не хочу быть хлебушком. У нас есть правило под названием «будь добр». Если один из нас говорит «будь добр, бла-бла-бла», то второй обязательно, невзирая ни на что, должен выполнить эту просьбу. Никаких споров. В основном мы используем это для хороших дел, иногда для глупостей, а порой в самых серьезных ситуациях. Здесь столько же глупости, сколько притворной покорности и глубокого доверия. Это работает только потому, что мы верим друг другу, что мы не будем злоупотреблять правилом «будь добр» или использовать его во зло. Когда мы с моим бывшим вступали в глупые споры-дебаты, мы обычно отправляли наш вопрос в совет для рассмотрения. Но никакого совета не было. Не было никакого рассмотрения. По сути, это был наш способ отложить спор, в котором никогда не будет победителя. Прикола ради, время от времени, мы спрашивали друг друга, получили ли мы ответ от совета о том, каким было решение. Иногда он накрывает мой нос своим ртом и сильно дует, вынуждая мои ноздри и рот издавать ужасные монструозные звуки. Мы называем эту тему экзорцизм. Это странно и противно, но мне нравится, что мы можем быть странными и противными вместе. Иногда мы общаемся друг с другом голосами разных персонажей, коих за годы у нас накопилось немало. Чтобы вынудить вторую половинку засмеяться, побесить, поставить в неловкое положение и так далее. Я часто начинаю говорить с ней с разными акцентами, а она отвечает мне супер высоким голоском. И мы продолжаем так до тех пор, пока один из нас не сдается. По утрам я чищу зубы, а потом с криком свежий ротик выбегаю из ванной. Мой парень радуется и сразу тянется меня поцеловать. Каждый раз. Когда мы закупаемся в Walmart, мой парень пренепременно хотя бы раз должен коснуться моей задницы. Я уже даже не помню, с чего это началось. И это дико странно, если мы забываем про этот прикол. А еще половой доллар. Долларовая купюра, которая выпала из одного из наших карманов и завалилась в щель между машинками, когда я перекидывала шмотки и стиралки в сушилку. Мы игнорировали ее в районе года, потому что нам было лень взять щетку или еще что и попытаться его оттуда выловить. А потом один из нас наконец признался в этом другому. Мы решили оставить его там в качестве символа нашего богатства. Мы никогда не беднели до последнего доллара. Теперь у него появился друг, четвертак. Я смываемым маркером рисую лица у себя на сиськах, а потом отправляю их ему, чтобы поднять настроение. Сосок выступает в роли носа или рта? Носа. Улыбку намного легче нарисовать, чем нос. Нам нравится ощущение прикосновения наших тел, когда, к примеру, кожа его груди касается моей. Один раз мы шли по походной тропе для пешеходов-великов и обсуждали этот момент, так как мы оба с приколом, было решено задрать наши майки и потереться друг от друга животами. В этот же момент из-за угла на своем велосипеде выехал какой-то мужчина и увидел двух чудаков с задранными майками, трущимися животами посреди леса. Лол, мы до сих пор ржем с того случая. Я очень сомневаюсь, что другие пары трутся своими животами вне секса. Пока не прочитала твой ник, думала, что ты мой муж, ха-ха-ха. Мы с ним так делаем все время, я просто обожаю то ощущение, когда его кожа касается моей. Вы знаете ники друг друга на реддите? Вот к такому уровню доверия я и стремлюсь. Мы подкрадываемся и кусаем друг друга за шею, чтобы показать свое превосходство. Потом это превосходство можно использовать, чтобы победить в каком-нибудь нелепом споре. Например, кого наши животные любят сильнее? Когда носитель превосходства сменяется, ваши животные понимают, кто теперь альфа в вашем доме. Пошли реальные вопросы. Мы сочиняем тщательно продуманные истории о жизни наших котов. Где большой кот? А он сегодня улетел в Тайбэй на консультацию с украинским амбассадором по поводу нынешнего положения серебряной индустрии. Но скоро вернется, потому что завтра в 6 утра у него чартерный рейс до Марса. Мне нужно взглянуть на этого кота. Мы с моей девушкой, когда принимаем друг от друга звонки, называем друг друга рандомными и каждый раз все более сложными кличками. Мы делаем это так часто, что иногда я забываю, что я на улице и могу громко ей ответить. Привет, моя тропическая персидская, сладкая, как мороженка, арбузная шалунья. Ну или что-то в этом духе, оно меняется каждый раз. Мы собираем мурашки друг друга. Когда у одного из нас по телу бегут мурашки, другой проводит рукой по коже и делает вид, что собирает мурашки. Когда мы моемся вместе в душу, он намыливает все свое тело, обнимает меня и начинает быстро двигаться вверх-вниз, чтобы помыть меня. Мы называем это Карломойка, потому что это как автомойка, только у меня кличка Карл, и он моет меня, хе-хе. Изменено, я женщина, ребята, просто у меня такая кличка. Каждый раз, когда она ложится спать, я делаю ей массаж задницы. Мы уже 17 лет играем в игру, в которой тебе на стелсе надо прицепить прищепку к одежде твоей второй половинке. Иногда у нас бывают целые месяцы без прищепок, а потом бам, и вот одна уже у тебя под мышкой. Большую часть времени мы понятия не имеем о местонахождении друг друга. Когда каждый из нас идет на тусу к своим друзьям, мы шлем друг другу кодовые смски, чтобы проверить, все ли в порядке. Он пишет мне Марко, а я отвечаю Полу. Мы начали делать это по совету друзей, когда нашу страну захлестнула волна насилия и преступлений. Я и моя девушка раз в какое-то время задираем майки и говорим сиськи, пока вторая половинка не обратит на это внимание. Посылаем друг друга на три буквы, таким образом показывая свою любовь. С девушкой своей так не делаю, но вот с коллегой своим да. Даже не помню, как это началось. Сейчас у нас 90% разговоров начинаются или заканчиваются тем, что один из нас посылает сурово на три буквы. Иногда это происходит прямо во время разговора. Если кто-то кого-то не послал, это значит, что нам как можно скорее нужны ответы помощи. Это так странно. Иногда я сосу подбородок моей девушке, будто это член, и она презирает меня за это. Большое спасибо за просмотр в комментариях под видео. Напишите, что вы делаете со своей второй половинкой, что вряд ли можно назвать нормальным. И не забудьте посмотреть наши другие выпуски. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!